здравствуйте дорогие друзья всем привет привет девчонки привет красотки с вами компания никанагель я эксперт-художник анна галдина всем здравствуйте давайте девчонки присоединяйтесь всем доброго доброго дня девчонка начала хорошей вам недельки продуктивной так тема сегодняшнего нашего эфира девчонки это наши моделирующие полигели вот даже видите какое сердечко для вас специально сделала у нас их вот таких вот три оттенка белый прозрачный и камуфлирующий в чем особенность и в чем вообще фишка этого геля я думаю что многие знают но знаете как пченки многие его боятся боятся и не знают как с этим материалом вообще нужно работать как с ним правильно нужно я всегда говорю разговаривать да потому что ну как бы сложности я не видела ни у кого чтобы он вызывал в работе но на самом деле на самом деле к нему просто нужно приспособиться и он будет вам служить очень даже долго верным помощником потому что все трещинки бывают когда у нас трещинки на коррекцию жда приходит клиент и трещинки бывают у нас как раз таки в стрессовых зонах то есть что я делаю просто напросто выпиливаю ту часть где у нас идет трещинка и достраиваю все это моделирующим полигелем все дальше до клеющие ногти все 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 я работаю чисто вот с такими проблемами только с ним и также девчонки могу вам сказать что с ним получаются очень тоненькие классные ноготочки короткие длинные я не знаю какие хотите потому что он максимально прочный большая часть у него естественно идет в составе акрил и уже остальная часть процентов идет гель по густоте что вам могу вам сказать вот такой вот достаточно знаете девчонки я видел у многих фирм и мелкозернистые крупнозернистые полигели но мне нравится чем в неке что он достаточно послушный то есть вы можете спокойно его размешать вы можете спокойно выложить даже апельсиновой палочкой но лично я люблю работать больше кистью вот но кто привык к апельсиновой пожалуйста то есть в чем у него крутость и уникальность то что он очень удобен в работе и это немаловажно дальше какие фишечки я с ним делаю в принципе я к вам всегда за этим и пришла я беру прозрачный особенно девчонки я работаю на верхних формах и по мне это очень вообще получается красиво то есть ноготь у вас уже мраморный я беру прозрачный за основу и где-то знать как но наверное даже половиночку если хотите немножко то берите отнутри эти если хотите чтобы это было посильнее белого то берите половинку и вот таким образом замешиваю прям совсем немножко материал дальше если хотите добавить блестков вы можете взять наш жидкий металл у нас есть очень красивый номер три номер четыре серебро вот хотите можете добавить также у нас гель есть сусалка сусальное серебро сусальная бронза у вас уже получится с блёсточками то есть да в принципе здесь фантазия пожалуйста на любой вкус и теперь теперь мы с вами сейчас берем тишинку и я вам покажу уже как он будет при нанесении как это будет смотреться вот не обязательно только с верхним естественно можно это делать можно это делать абсолютно с и с нижними формами и просто укреплять таким образом вот потому что знаете как и если верхнюю форму да вы можете заложить все что угодно вот то многие думают что да с нижними уже такого эффекта естественно не получится все получится так беру кисть у нас есть вот такая девчонки классная кисть двухсторонняя очень удобная вот этой стороной я работаю чисто с гелем вот этой уже работаю кистью я с полигелем мне удобно вот такая именно форма работаю с обычным обезжиривателем обязательно девчонки не забываем про то что на натуральный ноготь наносим праймер и я наношу тонкий слой базы обязательно любую мягкую базу на подложку потому что к сожалению многие мастера не знаю че начинают лить слишком много обезжиривателя вот и тем самым вы просто-напросто растворяете до такой консистенции материала что он при носке даже может сразу при сушке дать вам отслойку вот поэтому будьте пожалуйста в этом предельно внимательны обязательно наносите подложку с подложки хотите снимайте липкий слой из базы хотите не снимаете то есть но это уже по вашему желанию пожалуйста я не снимаю когда работаю на с полигелем вот поэтому тут уже выбирать вам самим смотрите то есть да у меня вот он получается более такой плотный беленький вот но если мы с вами если вам вдруг не хватило или кажется что он достаточно такой плотный берете прозрачку и добавляете прям вот сверху также девчонки вы можете добавить немножко немножко камуфлирующего розового то есть здесь чем больше вы будете делать за место в это вас будет интересней опять-таки прижали материал ничего вмешать не надо он не пузырится никуда не девается очень круто вообще себя ведет потому что он ровным счетом будет работать так как вы его поведете за собой до никуда он от вас не утечет не денется то есть конечно же чем дольше вы будете его туда-сюда двигать тема это конечно же хуже вот но но если не лить много обезжиривателя или спирта то достаточно все будет прекрасно я даже блесток так хопанул хорошо вы можете взять поменьше ну знаете как я всегда говорю что блеска его много не бывает кто со мной согласен я думаю те однозначно согласятся со мной сейчас девчонки вот подсвечивает немножко я вам покажу вот то есть если да составить приблизим если присмотреться то видите как насколько получается у нас мраморный эффект вот этот вот он он очень будет красиво смотреться на ноготочках то есть вам не нужно что-то вырисовывать вам не нужно что-то там делать такое сверхъестественное то есть достаточно смешать три цвета поле геля это модель камуфлирующий прозрачный и немножко молочного сейчас вот этот ноготок посушим в опиле также девчонки он придется прекрасно нет вот этих вот каких-то мелких стружек которые летят во все стороны как многие говорят на некоторых материалах они снимают нет здесь снимается отлично спокойно и даже приопиль пилкой он себя ведет прекрасненько то есть я говорю я с ним обожаю работать потому что это самый удобный самый крутой материал посмотрите вот как красиво неоднородно смотрится вот и достаточно гру очень быстро выкладывается сейчас мы с вами попробуем также сотворить но уже чисто прозрачкой и камуфлирующим полимеризуется он одну минутку в принципе быстро вот не нужно в этом долго вот но единственное девчонки что касается белого выкладного именно белого если вы будете делать вон на выкладной то мой вам совет делайте это в два тонких слоя потому что белый он все-таки достаточно пигментированный я сейчас вам даже изнутри покажу сзади вот как он красиво вот видите там разводами смотрится просто если вы будете его достаточно плотно укладывать именно белый цвет вот это просыхает все хорошо то есть на любую высоту вот но белый это все-таки хороший такой пигмент поэтому лучше лучше когда вы будете делать это в два тоненьких у кого-то может быть уже лампа недостаточно мощная да и кто-то слишком много материала положил поэтому делайте по чуть-чуть так берем прозрачный берем розовый даже знать как я иногда делаю кладу в начало допустим розовый и также набираю вот сюда так положили блёсточки немножечко добавим сейчас главное имя не увлечься вот так вот нам уже будет достаточно и поехали все то же самое да начинаем мы с вами выравнивать просто видите да и не надо отдельно куда там выкладывать эту каплю замешивать ух конечно можете я это делаю же прям на типсе первых конечно типсу я вам показала как можно это сделать второе вы уже можете замешивать вот таким образом то есть двигать и двигать и двигать и материал прямо на клиенте и замешивайте вот эту структуру даже то что он вас если где-то получится немножко прозрачным это будет наоборот смотреться круто как стекло вот и но просто если хотите чтобы конечно же камуфляж присутствовала большую часть то девчонки тогда уже тут выкладывайте побольше моделирки именно камуфляжа полигеля выравниваем мне даже знаете как нравится тем что с кем настолько круто работать он отлично выглаживается отлично себя ведет настолько послушный вот что с ним только кайфуешь а не работаешь поэтому это правда очень очень крутой материал не бойтесь девчонки не бойтесь полигеля это это во первых плюс для клиентов то что он не печет потому что первый вопрос всегда какой да он печет он печет вот видите то есть у вас получается такие разводы потом взяли белым гель-лаком по мокрому прошлись все у вас уже получается пожалуйста мраморные ногти ничего сложного все быстро и самое главное что занимает минимум времени вот так что девчонки еще раз по вам повторюсь что это очень клёвый простой ничего в нем нет сложного если просто приноровиться к нему и скажем так полюбить я всегда говорю что знаете как любой материал его нужно полюбить все полюбили и он вам будет отвечать за имностью он будет реально работать и очень круто вас радовать вот два вот таких вот вариантика я вам сделала я думаю что идейку я вам подала клёвую надеюсь что вы тоже будете делать вот такие вот достаточно простые классные ноготочки и не забывайте про блеск про блеск девчонки обязательно также девочки в телеграм-канале в нашем в никанагель вы всегда можете заходить и у нас там появляются мастер-классы новинки то есть все 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 вот наши которые новости вы будете узнавать первыми и присоединяйтесь к нам находите нас никанагель и мы будем очень рады вас там всех видеть кстати сегодня вот я сделал для вас такой достаточно быстрый дизайн с акварельками уже там в доступе можете смотреть повторять и делать вот так ну что мои хорошие это был наш чудо крутой поле гель приобретайте пробуйте и тренируйтесь и конечно же вдохновляетесь все всем хорошей недельки и хорошего настроения на всю неделю всем пока пока